Ну, это нормально. Вот поднимите руку, кто не хотел развестись мужем никогда. Есть такие вот женщины, которые никогда не хотели развестись мужем? Одна только, видите? Вот одна женщина, две. Еще? Все, остальные все хотели, когда-то хотели развестись, в какой-то момент жизни. Да, вот, но как бы желание само развестись есть у всех людей, потому что мы, когда влюбляемся в человека, нам кажется, что он само совершенствует. Потом мы начинаем, вот как, допустим, вы сидите напротив Олега Геннадьевича, и думаете, господи, какой хороший человек. Ну, вы же со мной не жили, знаете. Вот. И так и с мужем тоже как бы влюбилась, вышла замуж, надеялась. Потом раз и почувствовала, что как бы он ограничен в своей возможности вас сделать счастливым. И это и есть жизненный путь человека. В этом смысл жизни всей заключается. Чтобы понять, что только Бог нас делает, может сделать абсолютно счастливым. А человек не может просто. У него есть свои ограничения. У любого человека есть ограничения. Но мы так верим. Отсюда также вот это наше, как бы, такое сильное чувство от измены. Ну, если, допустим, у меня жена, ну, я, конечно, она не будет этого делать. Но если, не дай Бог, там случится, у меня тоже будет сильное чувство. Хотя что такое измены, на самом деле? Это просто вот потерлись люди друг об друге, и все. Причем это в сумасшествии происходит. То есть человек даже не понимает, зачем ему это надо. Он рушит все в своей жизни, рушит семью, рушит отношения с детьми и со своими. Потерся там с кем-то друг от друга. И потом жена уже, ну, не хочет с ним жить, потому что он как предатель на самом деле. Такое ощущение, что он предатель. Ну, это правильное ощущение. Это правильное ощущение, но оно имеет свои проблемы. Потому что так как мы, ну, как бы не понимаем глубину Бога, его чистоту, поэтому мы начинаем верить в людей и, как бы, обожествляем их. Понимаете? Люди имеют ограниченную чистоту и склонны совершать грехи. Я вам приведу очень интересный пример. Это недавно совсем произошло. Я прямо увидел классику жанра. Один мужчина, ну, то есть женщина, она, ну, уходила, вернулась. И они вместе сидят на лекции. И он при ней прямо чешет, ее ругает. То есть, типа, вот, смотрите, Олег Геннадьевич, я, вот я ради нее, как бы, остался с ней, вытерпел, простил ей, как бы, и все. И ругает ее, ругает, сидит, она совсем согласна, такая, кивает мне. Вот такая сцена происходит. И в это время мне Господь в сердце подсказывает, что он сам тоже ей обижу, что он сам ей тоже изменял. Но она не знает ничего, говорит. Это тайна. Он, как бы, такой ругается со всей силы на нее, что, типа, вот, она мне недостойна. Я хоть ее простил, но, Олег Геннадьевич, все-таки хочу уйти. Вот как вы думаете? Ведь, ну, невозможно жить с предателем. Он так мне, как бы, рассказывает, искренне очень. Я говорю, ну, да, согласен, невозможно жить с предателем, если ты сам не предавал так на него. И он такой, опа, и замолчал, замолчал такой как-то и улыбается такой. Знаете, человек, кто возмущенный был, тот раз стал улыбаться. Как-то возмущение пропало. Интересно. Вот, то есть мы, когда кто-то нас предает, как бы, мы так сильно очень возмущаемся этому. Но сами, на самом деле, часто не сильно лучше. Не сильно лучше, понимаете? Мы забываем про свои какие-то недостатки. Я вам ни на что не намекаю. То есть у вас не было такого поведения по отношению к мужу, как у него к вам. Но я просто говорю о том, что часто люди, они в своем чувстве, что их предали, они немножко превышают свои полномочия. Потому что они не понимают, что только Бог по отношению к нам абсолютно чист. Все остальные имеют свои недостатки, изъяны. И не надо так сильно уж верить в люди. Муж нам дан для того, чтобы мы ему служили, заботились.